здравствуйте друзья у нас с вами на канале интервью с можно сказать героиней одной из героинь нашего канала в прошлом недавнем совсем это катюша я напоминаю которая перебралась во флориду да где вы сейчас а приехали к нам откуда то есть вы как бы теперь по южным штатам специализируетесь любить когда тепленько так вы до этого напоминайте где вы жили до этого а исторические самара россия массачусетс бостон вы точно как в песне беспокойная я а самара городок беспокойная я вы так да беспокоились хорошо давайте пока тут окошечко свет говорите потом собственно еще пару мест ну так временно а потом в общем-то маунтин юг калифорния и месяц небольшим уже здесь у нас вы сколько были то а я из группы от 14 июля этого года 15 июля то есть вы где-то учились пару месяцев потом интерншип делали да ну да получается что так ноябре это закончила интерншип и принципе уехала а я помню вы как-то так снялись неожиданно как-то вот такое ощущение что решение пришло в один день расскажите как как так получилось вот я не знаю почему просто надоело наверно устала всего что на что-то двигаться потому что все сидят работой нет подул западный ветер вы взяли зонтик и полетели ну хорошо так как вам вообще тампа вот объясните вообще как вы попали именно в тампу во флориде много других мест есть орландо есть майами есть джексон уилл а вы оказались именно в тампе ну орландо мне не очень нравится я там была мне там не очень понравилось милый город но не мое в принципе тоже не понравилось потому что все таки не то место где хочется жить люблю больские города она тихая спокойная у залива круглый год бархатный сезон работы айти в принципе очень много поэтому почему нет а как так получается вроде место совершенно такой пенсионерская курортная откуда там много работы что там изменения какие-то происходит на глазах или что сейчас мой друг говорит что тампа очень развивается в плане айти и действительно работы очень много мне звонят пишут каждый день я уже отключила телефон добавляю в черные списки рекрутеров потому что надоели я понял понял я извиняюсь а там может кавалеры какие то есть так вот какой какие-то мужики нормально есть симпатичные более чем имеются но хорошо военные базы они все-таки красивые молоденькие так там еще и база военная то есть вы если что сразу на базу схватили оружие там и в бой так вы туда сознательно поехали или вы сначала нашли там работу и потом туда поехали я сейчас скажу точно по времени где-то за неделю до дня благодарения я проснулась с мыслью что надо уезжать и менять что-то в жизни в этот же день я зашла к вам попрощалась собрала все документы чемоданы все упаковала в машину на следующий день поменяла масло в машине поехала просто вслепую я давно хотела проехать через всю страну в одиночестве я это сделала ну как там классно просто невозможно ну вы по южным штатам двигались там а я ехала по пятому собственно вниз через лос-банес потом собственно я ушла вегас а что там дальше но вы не ехали по знаменитому раут 66 она была дольше по времени а я как-то хотела уже уложить ну как страна наша как она вот когда так едешь вот едешь как вы эти кактусы там что там кстати вот не видела ни одного кактуса а вы в аризону не попали вы я проезжала аризона но видимо я проезжала как-то очень ночью ночью ну хорошо подождите ну а вот жилье а жилье нашла чудесное совершенно прекрасный район на чудесные люди очень быстро буквально наверно на третий день я нашла жилье в принципе а вот у вас там собака ходит периодически проходит она каким образом вот к вам попала она в машине у вас было я ее у мужа забрала а муж где объелся груши географически объелся он где географически тоже сейчас здесь он командировки в общем да история такая это случается что объедается чем-то ладно теперь значит долго искали работу от момента когда вы реально там стали рассылаться до момента когда вам дали оффер который надо подписать окей хронология такая у нас один благодарение это был пятница воскресенье я вывесила резюме на дайс и на монстр среду мне позвонил мой рекрутер в понедельник я пошла собственно еще через неделю я пришла на интервью и через неделю мне позвонил мой рекрутер сказал что тебя хотят тебя выбрали две недели получилось даже поменьше но это не то что вот в это время ничего другого не происходило мне были параллельно интервью принципе звонят пишут постоянно вы чувствовали себя уверенно на интервью потому что все-таки у вас опыт был но поучились ну там на практике были пару месяцев все-таки не было такого что очень спосит думаешь во блин заудили да ой это вообще была отдельная история она смешная я пришла на интервью немножко волнуюсь язык все равно у меня не такой что прям хороший был техническая тема и вышли с одинаковыми принципе знаниями я пришла на интервью мне мой собственно юна куалит мой он мне дал бумажку типа вот твои вопросы с интервью ознакомься сейчас будем по ним проходить я открываю там вопросов наверное где-то 18 всего и первый же вопрос я понимаю что вот тут ты меня мой английский язык уже и подвел я понимаю что я не знаю просто слова и я не понимаю смысл определения первый же вопрос первый же фейл но я такая сижу думаю ну блин чё пришла 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 но он такой озвучивает вопрос я говорю ну вы же понимаете что я человек недавно в стране можно я воспользуюсь google транслейтом он говорит типа окей я достаю google translate я смотрю это слово я понимаю что бесполезно я не знаю что это такое скажите хоть что было за слово то я скажу это был обычный ой господи это дело тут не в английском это а я не знала что это я просто этого слова даже в принципе не знаю термин такой да хорошо сейчас я уже поняла в чем суть с этим приходится работать потом были вопросы достаточно легкие но вы знаете что катюш я должен сказать что все таки у вас в резюме ничего такого нету чтобы вы например должны были бы знать вот вы говорите что я знаю вот у меня это написано тебя спрашивают и ты не знаешь то есть они этого спрашивают без того чтобы вы сказали что вы это я знаю ну мало ли что там они спросят ну нормально то есть вы не должны были стесняться сильно этого меня я за себя не стесняюсь я стесняюсь за свой английский так дальше чего вот потом а он мне сразу сказал что я оцениваю по трехбальной шкале то есть это вопросы на сеньорную позицию я просто хочу посмотреть кто ты и что ты я извиняюсь так вас взяли синьером в итоге нет меня взяли джуниором я уже испугался ну так там просто вопросы очень сильно разные технической части а если ты совсем не знаешь я ставлю 0 баллов если хотя бы улавливаешь суть тогда один балл если ты сто процентов отвечает что два балла и собственно по итогам он уже решает что как но видимо понравилось хорошо такой вопрос ну так у него выбирать то особо несколько не то что там у него облом народ там валит валит в этот день было еще три человека но кто-то мог быть но рядом с вами ты господи пришла я значит вот хвостом какой-то рыжий а вот я собачка есть так вот значит слушает пара по-русски понимает собачка да и на 1 мужиков отговорить что-то не понимает собака теперь значит мы возвращаемся если так можно лучше все спрашивают а вот как это вообще мы можем озвучить это контрактная позиция а да мне контракт на восемь или девять месяцев я точно не помню 20 час 20 час ну я хочу сказать что это не такие деньги за которые с вас можно драть три шкуры это деньги за которые вам можно дать возможность чем-то разбираться и вы должны показать какой-то класс на этом месте меня взяли с целью чтобы научить у компании нет средств на то чтобы взять мид левел или сеньор они скажут что мы возьмем джуниор и научимся ну и отлично пользуйтесь возможностью я думаю что в тампе 20 долларов и как здесь может 50 сколько что вы снимаете за жилье а у меня ван бедрум апартамент очень хороший район отличная школа вокруг восемьдесят пять квадратных метров 850 сверхфут фит так это неплохо для ван бедрума это неплохо и цена 900 плюс биллы то есть вы может сказать шикуете вы могли бы взять квартирку например там и за 700 например и за 650 но там уже скажем так соседство не то в адекватном месте скажем долларов за 700 750 уже можно взять с трудом нет я бы сказала что здесь наоборот цены в хороших районах начинается где-то от 750 и выше но с другой стороны все-таки ван бедрум обычно два человека живут вот если скажем да если бы не объелся груш так вы бы вдвоем там жили ну так-то да да ну то есть это на самом деле конечно скромненько тут-то вы вдвое больше там за ван бедрум какой тут тут ван бедрум который за вдвое больше на него смотреть страшно за 2000 то есть вы можете сказать enjoy the life да на жизнь вам хватает ваших хоть этих 20 долларов здесь же не платить по моему налог штата в итоге поэтому в принципе хватает безусловно я от работы нахожусь буквально 15-20 минут езды в зависимости от трафика то есть хорошо план какой вот если есть то есть вы можете сказать я пока планов не имею я пока учусь интенсивно а можете сказать у меня вот есть план такой вот как я вот там что интенсивно научусь пойду куда-нибудь уже там на синьера может быть я уеду в другой штат другой штат я решила что я уезжать не хочу потому что мне очень комфортно мне очень безумно нравится коллектив сейчас на работе совершенно потрясающий умнейший человек мой уолит а совершенно потрясающий коллектив и есть возможность устроиться на постоянную позицию здесь английский улучшается а как сказать пока не поняла но вы же все-таки по-английски на работе на одном уровне то могу по-английски да на работе да но я я интроверт так у них реально там какой-то бетч протестинг есть такой вопрос а вот там есть как бы большое количество людей ну вот как у нас тут там из индии из китая может там из бывшего ссср у нас компания с 50 человек всего и все абсолютно белые американцы а никто там вам никто не не хихикает над вашим там произношением может быть нет но я еще самый маленький коллективе нас в основном все скажем так за 45 и старше у них хорошо глазки строится хорошо то есть солдат с военной базы не приглашают они далековато мне на самом деле интересно было посмотреть я думаю что и ребятам тоже вот такой может быть вопрос у вас есть какое-то такое общее впечатление на уровне того чтобы сформулировать какой-то вывод вот вы прошли какой-то путь вы сначала думали поеду к я учиться на тестер правильно и захай приехали и захай пробовали здесь так ну почти полгода здесь пробовали чему-то научились потом куда-то дальше поехали вот как-то вот весь процесс вот глядя на на вот это на все сначала вы собирались потом вы приехали потом вы учились потом вы уехали потом вы нашли работу вот какой то есть такое обобщение вот что-то сказать люди ребятам которые вас смотрят которые тоже может быть думают а может и мне там вот я извиняюсь образование вас какое сама государственная космический университет на специальность а самолет строение ну все-таки вы инженер то есть вы не не бухгалтер там не переводчик с китайского ну хорошо вам как инженеру легко удалось наука зависимости от того занималась или нет нужно заниматься есть такое даже инженеру так гуляли мы много что что-то таить гуляли гуляли развлекать с кем это вы а у нас очень такой интересный группа образовалась мы все очень достопно как достаточно дружно или мы как-то теперь вот все-таки вывод какой-то вывод какое-то обобщение может быть какое-то умозаключение которое позволит другим людям четче понимать вообще о чем идет речь и собственно на что реально рассчитывать на что нереально рассчитывать на что внимание обратить вы теперь можете сказать вот это было так как надо было маму слушать вот на такие вот фраза но надо было слушать жанну которая нам говорила оставьте свою личную жизнь стране это безусловно это она так говорит девочка всем абсолютно всем надо было ее слушать надо было активнее заниматься безусловно потому что меньше гулять это всего лишь девять недель полтайм это не время можно все гулянки сложить на потом значит а если например вот чек говорит ну хорошо я хочу сосредоточиться вот что важно вот некоторые знаете говорят без автоматизации вообще ходу никакого нет у меня абсолютно автоматизации пока что нет и планируется не скоро допустим все мануально стоп 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 вы искали работу вам звонили рекрутеры вас посылали до интервью сюда у вас не было ощущение что вы пропадаете без того что у вас там automation какой-то нет абсолютно не было мануально 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 все хотят я не заметила такого что возможно я просто правильно написала грамотное резюме поэтому как-то люди сразу понимают не моим пользовались я его немножко подправила что сделать с ним расскажите я написала честно обучение свое где брала курсы а я чуть-чуть сократил а я вам не писал что резюме что у нас учились знаете что потому что вы у вас потому что инженерный бэкграунд я обычно когда у человека инженерный бэкграунд я не пишу какие-то там трехмесячные курсы я думаю ну они не могут как-то это не не рядоположно то есть наверное поэтому не стал хорошо так я чуть-чуть сократила свою то что можно что можно сократить то есть у вас резюме и было на джуниора такого я намного в принципе не рассчитывала ну я рассчитывала что мне это все таки денег меньше потому что у меня знакомый хороший получил недавно работу в калифорнии за те же 20 час ну это правда первая работа вообще значения не имеет то есть дали тебе сколько дали поработал три месяца если денег мало дальше пошел но это же другой человек да и как-то просто не ждать слишком многого на первой работе вот это наверное очень важно то есть все таки знать знать себе цену безусловно надо но не так чтобы накручивать какой я крутой и классный все мне должны никто никому ничего не должен есть такие что накручивают о да они до сих пор без работы сидят нет но если ты будешь выпендриваться если ты будешь просить больше денег чем ты тянешь и так далее так далее то тебе сложно будет тогда у тебя может и интервью будут но ты просто не возьмут то есть надо как бы действовать в каких-то рамках в которых ты адекватно себя продаешь конечно же вот так не знаю получать удовольствие от жизни люди ни одно интервью интервью так другое поэтому работа есть по всей стране хорошо ладно месседж у вас такой что мол учитесь как бы прям как ильич учиться учиться и учиться у меня дочь когда была маленькой ну там еще она уже в школу ходила и они были октябрятами октября то вы наверное не знаете но октября то это внучата ильича да я не застала но и вот а поскольку жены моей папа его звали иосиф ильич и значит вот и моя дочь маленькая она понимала что вот мы внучата ильича в общем пусть учится и это и все а вот английский мы конечно стараемся чтобы в классе не было людей у которых английский такой не не проходной как бы да вот но но были такие совсем потому что прям никуда да на удивление да ну как у нас у всех одна и та же проблема мы все понимаем но говорить гораздо сложнее как собаки понимаю но не говорю ну как когда какая-то ситуация когда нам нужно действительно нужно мы начинаем говорить а так вроде бы не было 100 грамм и пошел говорить барьер падает хорошо катюш давайте мы вот что с вами договоримся во первых вы под этим видео там отвечаете когда люди пишут во вторых вы не пропадайте и интересно наблюдать вот за вами и так сказать в перспективе чё с вами дальше будет вот если там может какой-нибудь интерншипчик там мы вам подошлем во флориду в легко так вы это имейте в виду и назначаю вас представителем школы по городу там по хотя бы там не единственная там есть еще ребята наши еще встретите еще встретить и так сказать что у меня был один паренек очень опытный но очень он уже много-много лет работал ну наверное я вам скажу где-нибудь года с 2005 шестого и он женился и жена его у случилось тоже вот недавно совсем и они уехали вот в эту самую тампу вот и он первую работу свою получил я не знаю что там произошло но у него первая работа была на 15 долларов потом приехал ему надо было сразу куда-то идти и что ему сразу дали было 15 долларов человеку который 40 долларов получал 10 лет назад первая его работа была 40 долларов в час и вот такие дела так что ну сейчас уже все нормально но просто я к чему говорю всяком жизни бывает поэтому для него существенно было переехать на новое место и начать работать все уже там добегает догоняется и женкой вот на днях он мне что-то написал говорит что вроде уже женку уже работу получила и адрес спрашивал что-то прислать хотел на шапку очередную шапки такие вы наблюдаете с нашими шапками сейчас так мало времени стало на то чтобы смотреть к сожалению практически перестала смотреть у вас есть аккаунт в инстаграме подключайтесь у нас там уже 500 с лишним человек то может 600 уже я для вас буду фотки делать ну раз народ есть тоже я же не могу так дать как бы не соблазнил и бросил да так же это то есть негодяй такой а я получил соблазнил и бросил поэтому я не так не могу я уж соблазнил будем идти до конца хорошо ладно солнышко счастливо я тогда с вами прощаюсь и до новых встреч все не пропадаем приятно было пообщаться взаимно